Я депутат неосвобождённый, мы все неосвобождённые, мы все работаем, чтобы на жизнь заработать. И наша общественная деятельность это как хобби с шести до девяти. Я занимаюсь депутатской работой в субботу и воскресенье. Поэтому когда здесь много вопросов и про туалеты, и про крысы, и про всё остальное, я должна чётко сказать. Мы, конечно, выбираем направление в работе, но ближе к своей профессии. Поскольку я врач, для меня всегда приоритетом было охрана окружающей среды, от которой зависит здоровье населения. И кто газетки читает, родной берег, народный маяк, все понимают, что у меня в основном на медицинскую тему идут отчёты и глубокий анализ состояния здоровья населения. Исходя из этого, я и занимаюсь экологией, охраной окружающей среды. Это, ну, то есть вопросы, которые затрагивает весь город, всё население, нас с вами, наших детей, внуков. В первую очередь, это вот строительство замещающих мощностей, это мокрые градиры, которые 200 тысяч тонн в сутки в год будут на нас сыпать. Что это такое с радионаблюдами, я как врач это понимаю, потому что я учила радиационную гигиену в своё время. Была в рабочей группе, которая заседала, вы знаете, полтора года. Организовывали круглые столы в Санкт-Петербурге, здесь, на которых я участвовала и делала доклады и анализы. И по здравоохранению в сайте эти отчёты были вплоть до отчётов на бюро, там, где всё испишлили, говорили, что я не права. Ну, потому что я думаю, что две отчётности у нас в стране существовало, и они есть. И истинные отчёты никому не нужны. Вот это огромный пласт работы, поверьте мне, который, ну, в общем-то, много времени отнимает. Вот сейчас идёт работа против строительства могильников. Всё Россию собрались ввести в Сосновый полк, и уже везут значение. Встание, заваливают и ЭКОМИТЭС, и ЭЛОСКА, а вот потому что и Курск, и Смоленс, там видно грамотные мне руководители, которые говорят, что у нас этого не будет, и мы всё увидим. Вот, ради того получения населения, да. А у нас, оказывается, наша власть вместе с губернатором считает, что мы выдержим всё с вами, наши дети, внуки. Вот сейчас в этом направлении я работаю. Поверьте, это тоже большой пласт работы. Это письма, это протесты, это судебные риски, это прокуратуры, это круглый стол. В общем, как бы это много занимает времени, это всё работа в интересах здоровья населения. Дальше охрана окладающей среды, это и те зелёные островки, которые остались у нас ещё, это тот кислород, которым мы дышим. Сосновый ворон не зря назывался Сосновым, потому что он был в лесу. А сейчас вы видите, что генеральный план разработали. Я была в этой группе в контроле от завета депутатов. Дальше правило землепользования и застройки в этой комиссии так и осталось, которая часто сидит и заседает. И вот правило землепользования и застройки – это комиссия, которая чётко ограничила территории все, где живые застройки, где круглого зона, где зоны зелёного насаждения, которые защищают нас, особенно береговые линии. И когда у нас бизнес пытается вот эти зоны, или один зон, или грязь, захватить и строиться, это тоже большой труд, чтобы отстоять и не дать. Вот мы, наши народные депутаты, отстояли пятёрочки, кусочек зелёного насаждения, где хотели построить бизнес-автостоянку. Мы как бы отстояли. Сейчас стоит, работает я сейчас была на общественных слушаниях, Приморский парк. Приморский парк. Значит, атомная станция, но считается, что она от хозяин города. Решила все зелёные зоны захватить. Кусок отхватили для строительства своего объекта контроль, ГОИЧС. Значит, вырубают лес, который защищал жилые дома по-морской от водоканала, практически от запаха, который как бы защищал. И от Финского залива, от ветров. Значит, приняли решение, как бы мы ни боролись, ни бились, ни протестовали, ни писали особое мнение на комиссию по заседанию. Но, к сожалению, у нас меньшинство. Вот сейчас приняли решение отдать эту территорию под строительство этого здания. Население до сих пор бастует, пишет нам письма, но мы, нас меньшинство, ничего изменить не можем. И вот сейчас было слушание, дальше очередной кусок Приморского парка опять отдают атомной станции под строительство информационного центра. Сначала вот такой хотели, теперь вот такой, теперь вот такой. Вот сейчас я на слушании была, выступала и говорила жителям. Ну, как жители? Жители же приходят послушать, законодательство, может быть, не все изучают, не понимают. Это не сказали, какой красивый, хороший объект. Вот вроде они и согласны. Но мне пришлось им объяснять, что они пришли на слушание. С них требуют зоны Р1-рекреации, зоны зеленого насаждения, парка, который можно какими-то путями почистить, облагородить и отдыхать там. Отдать под строительство этого объекта, который все равно будет не наш, который в территории все равно будет ограничен, доступ будет ограничен. И, понимаете, вот пришлось объяснять населению, что вы подумаете, прежде чем отдать эту территорию под строительство этих общественных зданий. Показало им письмо повторное, вот до сих пор протестуют население. Вот приходят на слушание, не поймут, согласятся. А потом, когда понимают, что начинают вырубать, начинают писать письма и требовать повторных слушаний, что они будут протестовать. То есть это такая работа, вот постоянно ходить, объяснять, разъяснять, сидеть на заседаниях. Это требует много времени и большого объема. Но, поверьте мне, вот в этом направлении я работаю, это конкретно в интересах здоровья населения города. Я экспертом являюсь в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования, эксперт по качеству оказания медицинской помощи и контролирую Ломоносовскую городу, Сосновый город. Много приходится как бы разъяснять гарантий по обязательному медицинскому страхованию, где-то помогать медсанчасти, которые сейчас, сами понимаете, федеральная структура, и правительство областное не особо относится хорошо к нам. Дня Сергеевна, как работник в медицинской части, вам расскажет. То есть вот этот вот объем работы, ну и жалобы и обращений, конечно, обращений много, в основном по медицине, по медикаментозному обеспечению, по консультациям с аркотерапорта, по лечению тяжелых заболеваний в клинике, но стараясь со всеми писать, вплоть до Москвы, до Линздрава, добиваться чего-то, практически никто не оставленный без внимания. Большое внимание, я считаю, что это приоритет, это строительство социального жилья, хотя бы с незыбной жилья, потому что город столеет, вы знаете, что дефицит кадров медицинской части, школы, детских садов, в центре занятости, где ухаживают за пенсионерными ветеранами, потому что очень маленькие зарплаты, и я понимаю, что скоро нас не лечить, не учить некому, будет ухаживать некому. И поэтому вот этот власть, вот это количество людей, которые вот ушло на пенсию и не приходят, мы должны как-то восполнить. А восполнить это главное, это строительство хорошего служебного жилья, потому что то, что на Мир опять дают, Сибирска, уважающий себя врач, учитель никогда не поедет, и уже давно. Во всех регионах. Ну, уже не дают, да, и во всех регионах считают приоритет, чтобы люди приехали, и даже маленькая зарплата должна быть хорошая, качественная жилья, за которой будет врач, учитель, допустим, держаться, жить и работать, оказывать на медицинскую помощь. Но сейчас, к сожалению, мы 5 лет бьемся над этим, 5 лет бьемся, и никакого результата. Вот все наши предложения, даже уже в Гатчине, уже депутаты добились и начали строить вот такие небольшие дома и выделять деньги. Ну что, 1,5 миллиарда 700 у нас бюджетов. Неужели город 130-150 миллионов на 36-ти квартирный дом, обычный дом не может выделить? Да, может выделить. Голосок не хватает. Да, хватает голосок. Ведь раньше же строили эти самые домовецкие, малоземейные, однопомные, двухкомнатные, и уже сейчас их не строят, и они вообще не работают здесь, и учителя. Все можно сделать, но такая, к сожалению, политика в городе. Большинство на Совете депутатов Единая Россия, Единая Россия, коллегиальность, вот они считают, что не надо ничего строить, пусть каждый сам строит и покупает. Вот такая работа, постоянная позиция. Я сразу говорю, я не скрываю, я в жесткой позиции к Единой России. Ее политика в отношении населения города, простого города, не бизнеса, меня просто возмущает. Мы депутаты, ведь работаем, как бы, наш приоритет – это социалка. Бизнес, он сам выживет, нечего ему помогать. Он сам выживет, будет жить и работать. А вот социальная сфера – это образование, здравоохранение, уход за пенсионерами, пенсионеры, это то, чем мы должны заниматься. Но, к сожалению, у нас не все получается, потому что пять человек против двадцати, сами понимаете, большинством голосов проходит не то, что нам бы хотелось. Теперь я хочу ответить на вопрос. Тамара, давайте мы вас поздравим. Немножечко от плечо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. И я здравоохраняю вопросы от Вильщики, пожалуйста.